Путин выбрал сценарий войны. Путин выбрал сценарий войны. Мое впечатление, но не мое, а всех аналитиков в Москве, то, что им было поручено выразить отставникам консолидированное мнение военных генштабистов, включая, я думаю, начальника генштаба, что полномасштабная война – это катастрофа для России военная и политическая. Я хочу еще раз подчеркнуть, что это не какие-нибудь борцы за мир, друзья Украины, где война длится 8 лет, и эти люди ни разу пальчик не подняли, чтобы как-то ее предотвратить. Они рассуждают не с точки зрения интересов братского украинского народа, а как грамотные генштабисты и профессионалы с точки зрения Российской Федерации, своего государства и своего армии. Они присуждают громнокомандующего, что вот такая операция оконится военной и тем более политической катастрофой для Российской Федерации. Что, в общем, очевидно и нам, людям не военного образования, но умеющим немножко думать. Но вот на фоне этого у меня и не только у меня складывалось впечатление, что эти аргументы произвели некоторое воздействие на главнокомандующего. Вот помните эти сцены, когда он за громадным там столом, сидящим таким ханом на краю стола, на огромном расстоянии от подползающих к нему министров, говорил какие-то вещи там о том, что и в предложениях американцев есть разумные стороны, и вообще войска успешно выполнили задачу, и надо готовить их к отправке. Он никогда не примирится вообще с существованием независимой Украины. Я думаю, может быть, он понял для себя аргументы военных, что вот такая война масштабным вторжением, она очень опасна, и для его власти в том числе. И решил переключить цен тяжести на вот это знаменитое Ордло. С этим связано и законопроект, торжественно принятый, подставленный. У него на столе есть законопроектное признание, которое он должен подписать, может подписать любым. Мне кажется, основной план такой, да, и вы же видите, что день за днем идет какое-то обвинение в геноциде, какие-то массовые могилы нарыли. Тогда то же самое разыгрывалось за пять дней до грузинской войны, и начался какой-то отвод российских войск из Абхазии. Мне дали ссылку, я буквально действительно посмотрел. 31 июля, они там загнали войска в Абхазию, якобы для ремонта железной дороги, а вот 31 июля они начали торжественно с песнями, плясками, с маршем их выводить. Так что это тоже не новый прием совершенно. Ну, данные американские разведки с утра сегодня просто убийственные. Блинкен специально прервал свой полет в Мюнхенную конференцию и прибыл в Нью-Йорк, где выступил на сайте безопасности. Созванные Россией, кстати, по старому сценарию о Минске соглашении. И там обвинять Украину, что она не выполняет Минские соглашения. Это третий раз они собирают Совет безопасности. Это было и в 19-м, и в 20-м. Каждый раз это заканчивалось триумфом украинской дипломатии, где она убедительно демонстрирует, что не выполняет Минские соглашения как раз и русская сторона. Но Блинкен сменил сегодня фактически повестку дня. Он говорил конкретно о тех данных разведки, о тех операциях, которые готовит Москва. Давайте так разделим. Или полная оккупация Украины с консулагерями и расстрелами. Для этого нужна, во-первых, миллионная армия. И он понял за эти дни, что армии у него нет. Нет военных, которые готовы бы на длительную масштабную войну зверскую против украинского народа. Их нет. И на такую войну с армией неживающей идти на нее очень опасно. Я думаю, он избрал сценарий Б. Здесь он может набрать людей, верности которых он уверен. Ну, совершенно отъяльных мерзавцев. Они, кстати, уже, по моим сведениям, абсолютно точным, они в Ордово. Это все вагнеровцы там. До 10 тысяч человек мобилизовали из всей Африки, Ливии, Мали. И кадыровцы подъехали. Вот этих бандитов. Ну, и там набрать очередных моторыл из российских социальных автопомоек. Гестапо не доберяет вермахту. Вот, кстати, это не метафора. Это вот просто времени не было. Все эти три офицера и генерала, которые вот резко выступили против войны публично, а их же печатали на Эхо Москвы. С ними работали. Ивашову официально вынесено предупреждение. А этого самого Ходоренка и Филатова даже заставили, ну, сделать, ну, не совсем, как Кадыров заставляет там каяться перед телевидением, но примерно так. Тоже Ходоренок, обомставший очень такую жесткую, издевательскую, буквально, статью, где он камень на камень не оставил об этом плане оккупации Украины. Чисто с точки зрения не моральных позиций, а чисто с точки зрения чисто военного эксперта. Его заставили появиться на ток-шоу и сказать, мы все военные эксперты, абсолютно единый корпус, и мы проникнуты в воли нашего главнокомандующего, которого мы во всем поддерживаем. Ну, как помните, это было... Лукашенко заставлял Протасевича каяться. Генерал этот полковник, Филатов, герой боевой Альфы. Героизм его, кстати, вы помните, в чем героизм этой Альфы? Они ворвались во дворец Амина, человека, пригласившего их в Афганистан. Убили его, его семью, русских врачей, которые там его откачивали. Ну, в общем, это подвиг, которыми в веках гордятся. Вот он там очень смел был, когда расстреливал детей Амина. А здесь он через три дня после своего первого поста, очень такого богожевательного отношения к Ивашову, который он, кстати, опубликовал другой, вчера или позавчера. Как хорошо, что нам удалось сорвать провокацию украинских ненацистов, и война не началась. Вообще, они отслеживают все, но армии не доверяют. Поэтому, я думаю, скорее он выберет такой промежуточный вариант, в котором будут использованы такие же отъявленные каратели. Вагнеровцы, кадыровцы, чекисты, Росгвардии и так далее. Ну, это нельзя исключать его полного безумия. Решение Путина безумно, потому что для него резко ухудшилась ситуация и в Киеве, и в Вашингтоне, и в Москве. Ну, вы же помните Байдена еще месяц назад с разговорами, что вот, может, маленькая агрессия, это ничего, а вот мы будем большой. Сегодня и Блинкин, и Остин, и Байден, Гаша, немедленно, немедленно, жесточайший ответ будет на любой тип российской агрессии. Вот эта линия Соливана, такого Путин, совершенно, она потерпела полное поражение. И я даже не мечтал, я честно вам признаюсь, о такой резкой позиции Соединенных Штатов в последние недели. Многие в Украине начинают там, даже есть некоторые идиоты в правящей партии, призвать американцев к ответу, почему они подталкивают нас к войне. Ну, это чисто русский темничек. Я тоже такие опасения неоднократно с вами обсуждал и называл фамилии людей в администрации президента, которые склоняются к таким сценариям. Но, на мой взгляд, состояние украинского общества сейчас такового, гражданского, которое было продемонстрировано, вот и в его отношении к последним событиям, сколько людей записалось в сети реальную оборону. Вот последний опрос показывает, что с оружием в руках готовы сражаться 37% украинских граждан. Ну, это практически все такое взрослое мужское население. И я думаю, те российские агенты, они в этой ситуации не смогут реализовать своих планов. Я буду очень удивлен, если он бросит все-таки армию в эту большую войну в ближайшие дни или часы. Его ждет катастрофа. Просто люди будут саботировать приказы. Ну, с таким настроением военных нельзя идти против готового сражаться за свою свободу народа. Я думаю, что он собрал всех отъявленных мерзавцев, условно говоря так, гестаповцев, в широком смысле этого слова, и их силами признает Ордуо и будет всеми силами его расширять. Но это тоже ничего хорошего не принесет. Минские, они уже мертвы даже разговорами о признании резолюции. Почему они не признавали территорию в 2014 году? Она им нахуй не нужна. Она нужна как инструмент захвата всей Украины. Вот Минские соглашения, помните форму Лаврова? Мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с ключика Минской соглашения. Или форму Путина, гораздо более похабную, я не буду ее здесь цитировать, относительно красавицы. Это был инструмент, которым они хотели заставить всю Украину лилизовать этот фашистский плацдарм, то есть позволить ему безнаказанно действовать на всей территории. Вот они же уже дают такие контуры своей новой легенды. Геноцид. Оказывается, вскрылись громадные могилы. Это нужно остановить. Вот легендирование будет вот в таком плане развиваться. И уже войска их могут войти. Совершенно не надо скрывать своих именов. Они парадным строем войдут в Угандонию. Отказ от Минской соглашения, вынужденной Москвы, это очень хороший сценарий для Украины. Потому что это действительно было крючком, на котором они заставляли вашу страну извиваться, что-то доказывать, задания какие-то домашние. Понимаете, сейчас будет откровенная война. Громадные армии против граждан. Мять будет уже, все вещи будут называться своими именами. И в этой войне Украина победит. Она уже победила тем, что изменилась резко атмосфера и позиции в Вашингтоне. И значительно изменилась ситуация в российском обществе. И что самое главное, еще раз повторю, в российской армии. И Украина... В этом контексте смешные рассуждения Запада. Достойна ли Украина вступать в НАТО? Выполняет ли она все кондиции? Вот, по-либо иному надо ставить вопрос. Украина сегодня лидер свободного мира. Она спасла Западный мир от того позора, который говорил Черчилль. Украина повела за собой Западный мир. Заставила его встряхнуться и понять ту угрозу, которую представляет Путин. Ведь если бы Украина покорилась в 2014 году, тогда они бы немедленно пошли дальше восстановить русский мир в Прибалтике. Ведь что сейчас Байден повторяет как мантру? Нет, нет, мы будем помогать. Да, и это очень важно. И большое спасибо нам сказать Америке. Но мы не пошлем наших солдат туда умирать. А Украина не член НАТО. А вот в Прибалтику бы он послал, тогда бы уже нельзя было так отговариваться. От Украины его спасает сейчас Байдена от того, что ему своей кровью, своих солдат, которые будут защищать страну, что ему не придется посылать и американских солдат в Прибалтику. Продолжение следует...